Идея проведения таких мероприятий у Дениса возникла еще весной. Парень заметил, что городу нужны места, где молодежь может себя реализовывать. Но тогда провести такой фестиваль не было возможности. Мы увидели в Запрозье большую проблему, что молодежь не задействована, и никуда пойти, и проблема качественного досуга. И мы решили ответить на эту нужду общества, сделали такой центр. Волонтеры общественной организации «Небайдужи Люды» проводят разные мероприятия. Но такого масштабного, как фестиваль «Азер Сайт» еще не было. Особенность этого праздника – здесь каждый мог чему-то научиться, либо поделиться своими умениями. Творческий центр «Азер Сайт» – это представляет центр координации, куда приходит человек, который что-то умеет, что-то знает, и приходят люди, которым это интересно. Мы их сводим вместе, даем площадку для взаимодействия. И таким образом, я уверен, что мы служим молодежи Запорожья, помогаем развиваться творческим людям, которым нужно кому-то передавать, и тем, кому интересно почерпнуть творчество. Ирина – начинающий фотограф. Говорит, именно такой площадки для обмена опытом ей не хватало. Когда узнала о проведении мероприятия, долго не думала. Сразу решила поучаствовать. Мы довольно-таки часто проводим фото-выставки и художественные выставки. Сейчас у нас художественная и также фото-выставка. Собрали всех желающих, кто хочет просто поднять свой уровень, я бы так сказала, сделали, совместили одну общую выставку. Работу для фестиваля фотограф выбирала недолго. Остановилась на самой любимой. Здесь как-то переданы естественные чувства, мы просто общались. И в это время получилась такая интересная фотография, где она просто смотрит вдаль. А для тех, кому по душе активные занятия, здесь проводили мастер-классы по музыке и танцам. На таком мероприятии научить чему-то могли не только профессионалы своего дела, но и маленькие участники фестиваля. Самое сложное – это настроиться перед этими выступлениями, чтобы побороть противника морально и физически. Но я пытаюсь поджемить. Джемить – это выйти на сцену и показать, что ты умеешь. Организаторы фестиваля пообещали проводить такие мероприятия как можно чаще. Оксана Заводовская, Константин Пороскевич, ТВ5.